это волшебно как говорил мой покойный дядюшка он конечно не еврей так с легкой прожитью и так мы разбиваем тезис о том что все придумали армяне вы сюда приехали прямо из армянской шуточный battle я чувствую разыграется умирает старый еврей а жена его на кухне готовит как раз фаршированную рыбу и он говорит внуку что ну чок пойди пожалуйста бабушки скажи дедушка просит кусочек рыбки тот вернулся ведь бабушка не дала это что она сказала это уже на потом ну во-первых надо сказать спасибо стилистам за то что они наконец разрешили носить сандалии с носками это мне очень помогает потому что у меня обычно подошвы стираются не знаю как у вас во вторых самые три распространенных обвинения мой адрес заключает следующем а я представитель так сказать сексуальных меньшинств б я предатель всего на белом свете от либеральных ценностей до руси матушки c я еврей то есть людям лень залезть и посмотреть на настоящую фамилию они думают что на нем перец кстати насколько я понимаю правильная транскриптизация перед и ци да вот и у меня была совершенно чудесная история одна женщина писала мне павел вы так с такой любовью отзываетесь о евреях если у вас есть немножко еврейской крови можете поехать там репатриация не объяснила что первых я не хочу никуда репатриироваться страхи русский со всех сторон вот но тем не менее действительно мы сегодня находимся в большой хоральной синагоге и с нами точнее мы с ним до начальник председатель экскурсионно-просветительской службы большой хоральной синагоги представьтесь меня зовут столов валерий борисович добро пожаловать в нашу синагогу хочу сказать что в отличие от христианских храмов я вот когда ходил на методическую экскурсию бежал от машины вдруг вспомнил вернулся и взял с собой кепку то есть тут все наоборот здесь надо ходить с покрытой головой мужчинам мужчинам да да женщинам как раз не нужно то есть видите как все интересное причем хочу заметить что вам когда был опять-таки экскурсия для гидов некоторые мои коллеги мужского пола они были без головного убора и в общем то я так понимаю здесь снисходительно к этому относятся в определенных ситуациях но я хочу сказать что если вы знаете в православный храм в кепке вас там съедят просто эти наши бабушки тут же да даже если зашли с экскурсии поэтому вот вам пожалуйста и так я так понимаю сейчас у нас будет нечто специальное и нечто уникальное да это действительно так вообще синагогой то есть помещение для коллективной еврейской молитвы может предстать любое помещение вне зависимости от того для какой цели она создавалась и единственный сакральный по-настоящему сакральный с точки зрения евдоизма предмет который превращает это в синагогу освещает это это свиток туры свиток туры хранится в самом нарядном таком месте в каждой синагоге который называется арон кодыш что в переводе означает священный шкаф и отвечает за этот шкаф обычно специально назначенный уважаемый член общины и вот сейчас мы попросим рэп гиршума открыть арон кодыш сначала он отодвинет сторону специальную завесу которая отделяет священный мир торы от мира людей называется это порохит дальше вы видите ну собственно двери ведущие в шкаф потому что свиток туры он не только сакральной ценностью обладает но и вполне шутим и материальный поэтому конечно принимается специальная мера предосторожности для того чтобы это не получил доступ да конечно поднимся в каких случаях обычно свиток туры демонстрируется он не демонстрируется он выносит ну выносит для чтения раскладывается вот на возвышение которые вы видите в центре зала который именуется бимой просили ребят оставить так не но если можете включить и нам все равно давайте давайте включим и в определенные дни прежде всего это шаббат святой день для иудаизма предназначены для молитвы и отдыха и еще есть два дополнительных дня понедельника четверка еще есть праздничные дни когда читается тора в синагоге при большом стечении народа читается тора она выносится отсюда один из этих свитков выносится отсюда разворачивается на биме и происходит прилюдная читка недельной главы весь текст торы разбит на 52 отрывка по числу недель в году и от шабата до шабата каждую неделю читается один из них так в течение года прочитывается она полностью и на следующий год этот цикл повторяется ну а так сказать в походном положении тора выглядит вот так как вы здесь видите она всячески украшает вообще тора представится пергаментный свиток то есть текст и и на писан на пергамине поскольку это тот носитель будем так говорить на котором была написана тора в момент дарования и и когда всевышний на горе сена и передал тору еврейскому народу и это событие считается очень важным центральным для иудаизма и в память об этом даже сегодня спустя многие столетия даже тысячелетия в синагогах свитки торы выполняются на пергамине а сверху этот пергаментный свиток накрывается вот такой одеждой покрывается короной крепится к нему специальная такая указка потому что как я сказал тора обладает святостью и ее нельзя уже трогать и этот статус в том числе предполагает не возможность прикосновения к ней поэтому все с ними вот здесь вот вот эти вот как бы мы сейчас сказали по современному стики извините да они нужны для того чтобы водить по торе да для того чтобы как указка водите человек который читает тору соответственно читает то слово на котором она нанесена кстати здесь вы видите на нору я должен для вами извините я был неправ я бы вырос конечно миноры это 7 свеч 7 свечный а вот ханукия это 8 свечник одна из свечей я просто поясню когда мы тут были я задал вопрос потому что мой любимый вопрос экскурсантам какой главный еврейский символ или если правильно говорить иудаизма символ естественно все сразу говорят шестиконечная звезда давида на самом деле да это минора потому что шестиконечная звезда давида присутствует даже на куполах православных храмов вот пожалуйста буквально двух шагов есть измаиловский собор добро пожаловать и она стала символом еврейского именно государства в двадцатом веке а изначально вот он на семисвечный минор и вы сказали что просто средний свечу не зажигают нет 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 зажигали все зажигали свечей вообще этот светильник сегодня вы можете увидеть только в виде изображения в качестве действующего светильника вы его нигде не встретите потому что его предназначение было освещать кодышка дашим самое такое ну святая святых в переводе самое священное помещение иерусалимского храма который вот уже почти две тысячи лет пребывает в разрушенном состоянии но символом веры иудаизма является убежденность том что рано или поздно случится событие когда в этот мир придет специальный посланник всевышнего мы его называем машех более он известен в мире под своим греческим именем миссия да он изменит мир и самым таким значимым может быть не самым но весомым изменением которые произойдет мире будет восстановление иерусалимского храма и тогда вновь святая святых будет освещаться вот минорой теперь парус ну скажите тогда значит какую минору зажигают в реале в реальности используется светильник который называется ханукия от названия праздника ханука он выпадает на декабрьские дни даты могут быть разные потому что иудейский календарь лунный лунно-солнечный и он не совсем включить да давайте вот его действительно включим этот праздник установлен в честь события происшедшего именно 2200 лет назад в третьем веке до новой эры когда на территории иудеи произошла война между сторонниками традиционного образа жизни и сторонниками эллинизма то есть греческой культуры которая превыше всего ставила идеалы эстетики красоты удовольствия красоты человеческого тела красоты в широком смысле слова вообще как я иногда говорю вот был такой слоган фирма пепсико бери от жизни все это в принципе такой символ эллинистического отношения жизни когда ничто не запрещено ничто не свято а ты должен максимально получать удовольствие от всего от всего что тебя окружает так общество потребления современные тоже и получается эллинизм да и как рассказывают нам наши старинные книги произошло столкновение сторонников традиционных ценностей сторонников жизни по заветам туры и сторонников от этого эллинистического отношения к жизни традиционалисты победили и они освободили и русалим и освободили храм но когда они захотели зажечь вот ту самую минору выяснилось что кошерного масла то есть масло находить опечатанного печатью первосвященника остался всего один кувшин ну как бы что есть то есть залили это масло в минору зажгли но по всем так сказать внешним признакам его должно было хватить на один день послали за новым маслом лучшее масло на ближнем востоке получалось из оливок растущих вливания и привезли это новое масло через 7 дней и случилось чудо опять же как гласят наши старинные книги пока не залили светильник свежее масло старое продолжало гореть вот в память об этом ханукальном чуде или чуде огней мы отмечаем каждый декабрь хан праздник хануку который продолжается 8 дней 8 дней и в каждой из этих дней добавляется одна горящая свеча начинается одной свечи и заканчивает восьмой правда вы можете видеть что реально здесь свечей 9 потому что средняя свеча шамиш служебная свеча она не входит в счет и но в старину ведь светильники использовали только для ритуальных стилей это был реальный источник света в доме и вот если нужно было взять огонь для каких-то целей там печку зажечь или еще что-то то можно было брать от этой центральной свечи которая не является праздничной но находится тоже на 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 праздничном светильник волшебным способом монтажа мы переместились в центр зала расскажите пару слов вообще об устройстве синагоги то есть мы примерно понимаем как устроен христианский храм как устроена синагога ну отчасти я уже начал как бы принципы эти объяснять есть всегда в арон кодаж обычно находится в нише обращенной в сторону святой земли израиля земли израиля вообще вот это вот пространственная ориентация описание выглядит следующим образом странах диаспоры но россия одна из стран диаспоры эта ниша должна быть обращена в сторону страны израиля в стране израиля если находится синагога она должна быть обращена в сторону иерусалима но в иерусалиме она должна быть обращена в сторону храмовой горы в центре зала в некоторых синагогах чуть чуть иначе расположена бима я уже объяснял ее предназначение это возвышение на котором читают тору и она должна находиться так чтобы слышно было хорошо всем по канонам иудаизма во время молитвы во время чтения торы женщины должны быть отделены от мужчин и опять же если это большое здание где конструктивно можно иметь второй этаж то делают женскую галерею если это небольшое помещение одноэтажное возможности устроить второй этаж нету то такое разделение устраивают путем установки ширм такой вопрос на волне международного движения за равноправие феминизма и прочее прочее особенно соединенных штатах америки это как-то перекидывается на требование ну женский вопрос касается этого момента ну я скажу так что конечно есть лаудаизме некоторые течения где вот эти вот изменения отражаются на литургии но мы находимся ортодоксальной в правильной синагоге все-таки если говорить серьезно главное пожалуй предназначение религии это сохранение традиций нашей жизни достаточно различных институтов где мы можем приобщиться к самым модерновым самым инновационным каким-то веянием молиться люди приходят не за этим молиться люди приходят для того чтобы окунуться в ту атмосферу разделить ту традицию которой много поколений было присуще их народу и в ортодоксальном маудаизме в частности конечно вот это правило разделение действует тем более что вопреки широко распространенному предубеждению здесь нет какого-то пренебрежения ну кого-то сегрегации какого-то нечижительного фактора конечно вот тем более сказано в талмуде по поводу устройства синагог места мужчин и женщин время молитвы должны быть устроены таким образом чтобы они и взгляды не пересекались потому что мы знаем что когда мужчина заглядывает в глаза женщине он частенько забывает для чего он здесь находится но и не говоришь о том что в еврейской семье мама это центр всего пуп земли вообще еврейская женщина это не тот человек правами которого можно пренебрегать без вреда для здоровья поэтому все-все-все анекдоты в принципе об этом понятно значит здесь у нас сидят мужчины женщины на втором этаже обязательной принадлежностью синагоги являются конечно книги такой интерьер синагоги немножечко напоминает библиотечный и здесь у нас тоже вы видите большое количество книг в частности это достаточное собрание молитвенников сидуров потому что иудей обязан читать текст молитвы не приветствуется когда он просто повторяет за кем-то или так сказать повторяет аминь присоединяюсь но сам не участвует как говорят значит юристы да когда вы что-то подписываете вы должны прежде прочитать текст особенно внимательно прочитать то что написано мелким шрифтом тем более когда вы обращаетесь к всевышнему вы должны лично прочитывать что что именно вы какие именно слова вы адресуете всевышнему но иногда тоже объясняют этот обычай тем что в удаизме отсутствует фигура священника то есть человека близкого к богу и которым можно делегировать вот свое право обращения у нас есть раввин но его как бы функции ближе к функциям юриста он ни в коем случае не претендует на большую святость по сравнению с прихожанами и поэтому каждый человек повторяю должен лично читать текст своего обращения к всевышнему ну а что еще за книги здесь мы можем встретить это и тора и другие священные книги и в частности который уже в том виде в котором позволить да да смотрите в литургических целях мы используем свиток но помимо этого человек каждый человек я считаю должен хотя бы раз жизни прочитать тору независимо от того иуде он или неудей и его отношения к религии потому что это позволяет ему быть в культурном контексте львиная доля мировой культуры основана на сюжетах истории если человек не в курсе этих сюжетов то он очень сильно себя объединяет но можно в эрмитаж прийти в этом убедиться да конечно ну и вот здесь я хочу показать книгу вокруг которой много всяких мифов предубеждений ну я так сказать аккуратно сделаю это в виде еврейского текста то есть содержание ее нам не откроется но структура листа талмуда она по-своему интересная она позволяет понять какие-то важные вещи о том как устроены еврейские ценности как устроены еврейские традиции посмотрите пожалуйста ну во первых глядя на это сразу понимаешь кто на самом деле придумал интернет да потому что это очень похоже на гипертекст в центре есть небольшой текст который называется мишна как правило это либо сюжет истории либо какой-то другой сюжет где изложена некая коллизия на основании которой по принципам президентного права надо выработать правило как следует евреям поступать в ситуациях я значит поскольку я сейчас ну не на экскурсиях иногда там задают вопросы по поводу слов которым для меня как бы обывательски а некоторые уже непонятно имеется ввиду коллизия но как драматургии то есть там есть некая конфликтная ситуация которая нужно выработать правила правила да то есть задается некая история ситуация и человек который и читает должен сам для себя или кому-то объяснить как он это понимает совершенно верно и здесь вот этом человеком как правило служит два человека мнение два мудреца представители двух школ который мнение которых изложены вот в этих колонках примыкающих к мишне и они между собой обсуждают высказывают свою точку зрения а иногда на форзацах добавляются еще дополнительно мнение других или ссылки на мнение других знатоков талмуда которые уже комментируют мнение 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 вот это так сказать квинтэссенция еврейского понимания текста как это же обсуждать обсуждать и в ходе обсуждения вырабатывать некое правило то есть понятно почему скажем товарищ сталин так презрительно говорил про талмудизм и начательство потому что с его точки зрения как бы есть руководство которое дает команды есть подчиненные которые должны их выполнять еврейский подход немножечко другой это же базис аналитики да это базис очень многих вещей это во многом позволяет понять вот феномен евреев новое время почему из достаточно дискриминируемого меньшинства во многих странах это происходит они вдруг стремительно не все конечно но многие повышают взлетают да по социальным лестницам и занимают какие-то важные позиции там в бизнесе в науке в фейсбук и google добро пожаловать это как раз связано с тем что ценность знания она у еврейского народа накапливалась на протяжении многих веков это не универсальная ситуация например в крестьянском обществе другие ценности в ходу в ценности физического труда у евреев так получилось так так сложилось исторически что как бы есть такое правило что самых самых престижных областях обычно больше платят да почему люди идут там например войти сферу или не знаю маркетологию или еще куда то то что там хорошо платят да и самые лучшие мозги направляются в эту сторону и родители стараются взять на себя заботы по содержанию детей лишь бы дитё училась и приобрело наконец ту специальность которая позволит ему их самому хорошо жить и содержать престарелых родителей и так далее и вот в аудаизме действительно знание торы умение рассуждать умение обсуждать это была ценность и когда социальная структура и правила по которым жила скажем так европейское общество поменялись и эти качества оказались востребованы евреи были уже подготовлены к тому чтобы занять этим причем эту подготовку была многовековая да 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 то есть говорит нам о том что библию тора это же по сути значит не догма или как или там уже в теологию ударяемся да во первых мы ударяемся в теологии я не уверен что смогу на высоком уровне поддерживать разговор на эту тему я тем более я даже не претендую на это я сейчас говорю о другом о том что обсуждение не есть как бы пусто выброшенное время это суть работы с текстом не будем брать тору вспомним как в школе нас учителя лучшие учителя по крайней мере литературы да учили читать произведения они сначала вместе с нами прочитывали потом говорили ну давайте обсудим вот что ты думаешь сочинение по этому поводу на чьей стороне твои симпатии это есть работа с текстом вот а кого-то может быть учителя только говорили вот выучить на этой странице наизусть этого достаточно для отличной оценки понятно так ну что может мы поднимемся на второй этаж давайте так на этом стенде я так понимаю представлены раввины немножко рассказывается об истории нашей синагоги которая по-своему очень занимательна в свое время в конце 19 века она создавалась как главная синагога российской империи не потому что петербург стали наш это петербург столица и хотя иудаизму в отличие от некоторых других религий не свойственно к это иерархия так это вертикаль власти все общины автономные и равноправно я бы это сравнил социальной сетью да вот как бы есть множество пользователей но у кого-то там у кого-то лайков больше кого-то лайков дашь под мешков фолловеров больше кого-то меньше вот и когда в правление александра второго вышли определенные послабления для евреев российской империи в частности разрешено было черты оседлости переселяться сюда людям с высшим образованием людям обладающим большим капиталом купцам первой второй гильдии они появились в нашем городе и они стали просить власти разрешить им построить большую синагогу который бы вполне отвечал их статусу эта борьба заняла много лет я не буду на ней подробно останавливаться но в конце концов лично император александр второй дал такое разрешение затем в течение полутора десятков лет что строительство синагоги в основном это было связано с необходимостью огромные средства собрать потребные для строительства и в конце концов именно вот на пара праздник ханука который я упоминал 1893 года синагога открылась здесь вы видите некоторых фотографий некоторых людей которые в разные годы были раввинами этой синагоги эта территория за мариинским театром она как бы историй была какой-то ну локализации еврейской общины или почему здесь и старин и старин но вот середина 19 века да и это связано с тем что поблизости находится садовая улица садовая улица это улица рынков на петербургских рабочие места евреев были на рынках особенно после того как по моему в 1867 году открылся взамен сгоревшего праксина двора очень большой очень современный такой построенный по ценному слову тогдашней гигиенической науке новоалександровский рынок и на нем большое количество лавок предлежало евреям и селились они неподалеку я этого не знал что там до александровский рынок я могу сказать он находился между вознесенским и переулком борисовая садовый и набережной реки фонтанки то есть можете просто по карте посмотреть петербург город нового времени традиционного еврейского квартала еврейского гетто как допустим европейских городах у нас нету но по факту вот середины 19 века такие три под подьяческих улиц и большая средняя и малая подельские которые находятся здесь коломне в излучине екатеринского канала это были еврейские улицы улицы с большими еврейским населением и поэтому когда стал вопрос где строить синагогу вот решено было строить ее в этом районе для того чтобы привлечь большое количество евреев но и действительно обыграли при строительстве зданий маринского театра потому что по закону и это было условие которое поставили власти дав разрешение на строительство синагоги синагога не должна быть видна издалека и она вот была поставлена как ранее они не поставили поставлена за мариинским театром и действительно вот я действительно не видно можете подтвердить что как там знаменитом фильме видишь суслика нет а он есть так и здесь можно этот диалог значит изображать в 200-300 метрах от синагоги видишь синагогу нет не вижу и вдруг сразу она предстает во всем своем величии пойдемте да это правда действительно она скрыта в общем-то по сути от посторонних глаз и гуляя мимо мариинки мимо новой сцены мариинского театра ты даже не догадываешься что вдруг в двух шагах буквально вот это все находится ну точно также как мечеть была поставлена построена на месте место проживания татарской общины татарский переулок нам на то на то намекает куда мы направимся на чтобы было видно вниз да вот совершенно мне запала в душе история про эту люстру расскажите-ка про нее опять-таки замечательный пример как можно совместить приятное с полезным что сказать про эту люстру когда шло шел процесс строительства синагоги естественно она не только замышлялась как очень красивое здание но и как очень современное здание с точки зрения инженерных систем но так получилось что эти годы 80-е года 19 года это 19 века прошу прощения это было последние годы перед наступлением эра электрического освещения и люстра это который сама по себе представляет произведение искусства она изначально делалась под свечи под свечное освещение но решено было не просто освещать синагогу свечами но и утилизировать тепло от этих свечей для отопления и как это было технически осуществлено вы видите что в том месте где люстра крепится к потолку кстати мы видим там вот изображение шестиконечной звезды и видно что это некая декоративная решетка за которой скрывается помещение помещение это приемник тепла приемник теплых газов которые потом распределяются по специальным каналам пробитым в стенах и возвращаются обратно да естественно угарный газ отделяется для того чтобы это сказать синагога не превратилась в огромную извините газовую камеру а вот тепло теплый воздух возвращается обратно через решетки которые вы на улице здесь видеть да и также если на первом этаже и по всему помещению синагоги в этом нету чего-то выдающегося но просто лишнее подтверждение вдумчивого отношения к составлению проекта синагоги необходимости учесть самые разные аспекты в том числе сделать ее эксплуатацию минимизировать расходы на ее эксплуатацию потому что это стоило так дорого что нужно было экономить затем каждую копейку службы проходят когда по каким дням не очень принято говорить использовать водоизме слова служба мы говорим молитва есть три ежедневных молитвы но дневная конечно скорее всего люди молятся там где им удобно не приходят специально снова вообще есть правило про которые не очень хорошо известно что нет закона обязывающего молиться в синагоге то есть это во многом связано вот с тем отношением к храму к божественному присутствию о котором я уже упоминал что храм в иудаизме только один это иерусалимский храм а синагога это бейт-кнессет дом собрания место где люди решили собраться для вот коллективной молитвы но утренние вечерние молитвы были они сейчас как бы проводятся в определенные часы кстати говоря необходимость постройки малой синагоги все время обосновалось тем что в большой синагоге было объявлено что молитвы будут только по шаббатам и это такой уже не совсем ортодоксальный порядок ну по разным причинам как бы руководство общины на это пошло и тогда группа евреев которые хотели молиться каждый день они во дворе большой синагоги построили малую она вот отсюда видна через эти стекла мы туда кстати можем найти да я взял прекрасно сейчас туда и пойдем и главная молитва конечно происходит шаббат начинается шаббат то есть суббота в пятницу вечером я уже объяснял с чем это связано с тем что еврейский календарь он лунный и наступление следующих суток считается с восхода ночного светила луны они дневного солнца ну кроме того есть праздники в основном они сгруппированы на первое начало осени и начало лета любой из этих праздников тоже проводятся и молитва и какие-то дополнительные программы которые призваны привлечь сюда людей цифры вот эти они что обозначают вот я говорил о важности чтения молитвы молитвеннику и как раз вот это табло она показывает номер страницы которые нужно открыть в данный момент то есть для людей которые опоздали к началу отвлеклись и время иногда такое бывает вот суровая действительность напомнит о себе этим номером нет сначала поясните когда ну вот они этот собираются в круг вот и танцуют ну да да народа танцует не-не-не-не-не-не-не вот это и господи но вовсе я видимо а в шапку этих не я не я не слышал я постоянно вижу там и фильмах и всяких там очень любит в тик токах подкалывать под это какой-то там слепнот это хасидские в основном танцы значит хасидизм это вообще направление в иудаизме такого мистического склада но это я думаю тоже не не для окончательного монтажа значит у нас в наше общение хасидов много и наши раввины это хасиды поэтому хасидские обычаи всячески приветствуют и хасиды они очень любят веселиться и между нами говоря очень уважают водочку потому что значит вот есть такая осуждающая русская поговорка что у трезвого на уме то у пьяного на языке так вот с хасидской точки зрения это как раз очень хорошее качество потому что человек становится без хитрости от него можно наконец выяснить то что он скрывает по трезвости он может как сказать преодолеть границы стыдливости и выразить свое почитание всевышнего так сказать на все деньги поэтому хасидские танцы да они очень зажигательные люди себя и друг друга заводят а вообще говоря о еврейских таких традиционных движениях танцевальных то самое пожалуй популярное движение это движение с которым приветствуют свиток туры да 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 вот то есть когда выносят вот этот свиток и несут его для чтения принято чтобы прихожане его приветствовали и отсюда вот это движение ну естественно как во всех во всех таких религиозных культурах целомудренность в танце приветствуется не приветствуется телесный контакт между представителями разных полов поэтому женщины и мужчины танцуют раздельно я помню что когда я читал про кадриль или какой-то танец восемнадцатого века где впервые значит кавалеры обнимаются соприкосновения когда вальс был тогда вообще просто застрелиться я рекомендую вам найти посмотреть фильм с луида финесом про приключения раввина что-то да 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 якова я это совершенно потрясающая картина ну во первых она действительно очень смешная во вторых там есть на самом деле вот очень многие элементы которые мы говорим это потрясающий эпизод когда но луида финес играет не евреи естественно да и он облачается в раввина и заходит в храм и пытается креститься ему вторых это что вы видите табличку бэд мидрэш это вторая важная функция любой синагоги первое выражено название бэд кнесса то есть дом собраний место для люди собираются для молитвы а второй повторяю традиционная распространенной функция синагоги это бэд мидрэш центр дом учения то есть дом изучения туры изучение туры является очень почитаемым таким занятием в иудаизме в чем-то это наверное связано с тем что у нас отсутствует обычай монашества до ухода от светской жизни другой стороны понятно что всегда есть люди которые не удовлетворяются тем что они выполняют какие-то минимальные требования или минимальный объем почитания всевышнего хотят как-то углубить свое служение всевышнему они это могут сделать в виде изучения туры и как я уже говорил знаток туры всегда очень ценный кадр да велико уважение к нему велико вознаграждение которое он может получать за какую-то свою работу и это во многом вот породила ценность учения учености которая затем из религиозной сферы уже в нашем новой но в прикладную в бытовой сферы перетекло ну надо на всякий случай пояснить что в иудаизме как собственно и в исламе запрещено изображать там животных людей и вот так можно животных можно львов часто изображают причем и львов изображают с короной всему царской власти именно таково происхождение известного выражения лев царь зверей но никто не знает что это придумали евреи и так мы разбиваем тезис о том что все придумали армяне вы сюда приехали прямо из армянской церкви шуточный battle я чувствую разыграется на страницах вашего youtube канала мнение не ну на самом деле что армяне что евреи у всего всегда все хорошо с самой иронии за что мне очень нравится на самом деле вообще мне кажется сама ирония это главное высшее да потому что она позволяет преодолеть комплекс нет вот 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 то есть отсюда весь этот известный еврейский юмор и огромное количество анекдотов и так далее и я так понимаю что ну в принципе юмор это некая такая база которая приветствуется нельзя сказать извиняюсь евреи на серьезных щах мне кажется это абсолютно можно но это тоже смешно да хотя справедливости ради надо отметить что к сожалению или к счастью или просто по факту светской еврейской культуры она так и не возникла и по сути дела религия остается единственным таким маркером идентификационным для еврея ну допустим если провести параллель с русской культуры да я могу сказать что я русский не потому что я православный то что я читаю пушкина говорю по-русски я там не знаю увлекаюсь историей русского и так далее и так далее примитивно к еврейской культуре практически все вот заместители религии они в общем выглядят достаточно жалко но в последние десятилетия определенным заместителем является сионизм то есть я говорю что я еврейский патриот потому что вот я поддерживаю израиль а к религии еврейская равнодушен но все-таки таким генеральным маркером является именно религия да и самое главное нету еврейской территории кроме израиля до в любой стране где существуют еврейские общины они представляют собой меньшинство ведь иногда можно просто конечно слушайте я там русский чек просто живу в россии и вокруг меня русские люди поэтому я русский чек какие вам еще нужны от меня сказать подтверждение вот с еврейской культурой так и не работает еврейский язык знает меньшинство но еврейские анекдоты знают все это как бы так не тянет да поэтому религия это возможность еврейскому народу продолжать свое существование так ну вот мы пришли мало синагогу значит это это просто уменьшенная вариант большего и при этом как не трудно заметить все эти элементы о которых мы говорили в большой они здесь тоже присутствуют мы видим арон кодыш шкаф для то есть там располагается там располагаются свитки торы вот бима возвышение для чтения торы вот женская галерея по периметру мы видим книги и здесь я хотел бы обратить внимание на рисунок на порохите то есть покрывали ведущим ворон кодыш здесь изображен иерусалимский храм да вот тот самый иерусалимский храм который возвышался некогда на храмовой горе много веков было два храма до 1 разрушили в начале 6 века до новой эры вавилоняне завоевавшие страну из лорайля он был через 70 лет восстановлен существовал еще свыше 500 лет под названием второго храма и в 70 году новой эры римские солдаты подавляя восстание поднятое иудеями тогда эта страна уже являлась провинции римской империи называлась иудея они подняли восстание против римлян восстание было подавлено и храм как последнее прибежище восставших был римскими солдатами разрушен еще через 600 лет на этом месте уже мусульмане построили мечеть купол скалы и тем не менее мы верим что с приходом машеха храм будет восстановлен поэтому изображение иерусалимского храма не тщательно сохраняются будем так говорить рабочий проект существует как только мы поймем что пришло время к возрождению храма третьего храма который будет он же и последний вот точно так же он будет выглядеть и в храме вновь возобновится жертвоприношение если в синагогах иудеи молятся то в храм предназначен для жертвоприношений надо добавить что речь идет о приношениях животных потому что человеческие жертвоприношения во всех монотеистических культурах воспринимаются как однозначная мерзость но сейчас мы живем в такую эпоху как опять-таки всевозможные гринписовские проекции не это тоже не приветствует ну да я думаю что мы можем спорить с правилами которые день придерживается гринпис точно так же как они спорят с правилами которые практикуем и кстати хороший вопрос а что такое жертву людское человеческое жертвоприношение вот наши мудрецы дают на мой взгляд очень актуальный ответ на этот вопрос который и сегодня так сказать актуален как никогда это любое убийство ради идеи то есть когда как бы говоришь это может быть он хороший человек мы против него ничего не имеем но наша идея требует его смерти идея которую мы исповедуем требует его смерти то есть столкнувшись с такой ситуации смело может сказать что погодите но это именно человеческое жертвоприношение то что все монотеистические религии однозначно осуждают пару слов про шаббат слова это знают все у меня меня почему-то первая ассоциация которыми всегда возникает это фильм бик лябовский где уолтер собчак придерживается этого шаббата и и так далее значит поясните для людей которые абсолютно не в теме все-таки что это что можно что нельзя делать нас кто соблюдает шаббат насколько это строго там не знаю карается соблюдение соблюдение и так далее все законы иудаизма опираются на те или иные положения торы и тора книга брешит который рассказывается о сотворении мира самая первая книга там мы читаем рассказ о том как за шесть дней всевышний создал землю это кстати прекрасный тест читал чек библию или тору или нет задать им вопрос за сколько дней бог создал мир еще гс за 7 то с ним все понятно потому что он создал за 6 последний шестой день создал венец творения человека и сказал что я устал и как бы я буду на седьмой день отдыхать и завещал людям продолжать эту практику и в общем то как мы знаем она продолжается во всем мире как правило седьмой день недели выходной таким образом шаббат это субботний день седьмой день недели кто его соблюдает но при евреи евреи обязаны его соблюдать и и применить на к шаббату и применить на к другим каким-то постановлением мудаизма есть некая иерархия соблюдения вот и говорится о том что человек может вступить на этот путь и сам установить для себя приемлемые рамки например я знаю одного человека который все время говорит о том что он совершенно не религиозной но почему-то в субботу он не берет телефон и вот горши с тех пор как я выключил по субботам телефон и мои друзья и партнеры узнали что мне без как бесполезно дозвониться в этот день это был настоящий кайф я не ожидал что можно так наполненно проводить этот день ну а в пределе так сказать это запрет любой работы что понимается под работой внесения изменений в окружающих мир почему например считается что в шаббат ты можешь читать но не можешь писать от того что ты читаешь ничего не меняется от того что ты пишешь какие-то новые файлы там появляются какие-то вот эти примитивные бытовые истории там с лифтом или прочее ну там но мне рассказывали всякие там историю это связано с многоэтажными гостиницами в израиле где надо достичь какого-то компромисса между интересами религиозных даже не компромисса просто в свое время на заре существования израиля бен-гурен подписал с представителями религиозных кругов такое соглашение которое получило название статус скво в котором он обещал хотя он был человек светский и партия которую возглавлял была вполне светская стала демократическая но он обещал что в еврейском государстве основные в общественных местах в общественном пространстве будут соблюдаться основные законы иудаизма например общепит весь будет придерживаться кошельного питания и будет выходной день в субботу и поэтому действительно когда появились вот многоэтажные гостиницы то то там появились такие шабать не лифты которые служат источником многочисленных шуток для религиозных людей которым как бы смешно вот эти ужимки до попытки соблюсти как это технически выглядит это лифт который движется по автоматической программе и останавливается на каждом этаже и таким образом человек заходящий в этот лифт может сказать что я не нажимал никаких кнопок я как бы не 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 делал никакую работу но как бы истина религиозный человек конечно же такой полумерой не удовольствие не удовлетвориться до таким паллиативом пойдет пешком или как он пойдет пешком он пойдет пешком а скорее всего зная что предстоит шаббат он просто на либо не заселится на высокий этаж либо не покинет свой номер во время шаббата вот ну и здесь надо добавить что существует закон закон защиты жизни угрозы жизни тох на фиш так называемый суть этого закона в том что любые ограничения шаббата и любые другие ограничения аннулируются обнуляются если существует угроза жизни а ну понятно то есть если человеку нужна срочная медицинская помощь нужно будет скоро любой ультра ортодоксальный еврей без сомнений возьмет телефон позвонит и сделает все что положено и то же самое касается кошерного питания да нельзя есть не кошерную еду но если альтернатива является голодная смерть то ты ешь вот это очень удобно на самом деле очень практично что самое главное очень практично да вот некоторые до идут дальше дальше это очень беспринципно но я с этим не согласен человек это действительно высшая ценность я думаю что очень многие диалоги исходят из этого принципа иудаизм подает меня друзья мои мы идем венчальный зал так как нам только что сказали во первых это очень красиво и рассказали анекдот не для эфира вот но возможно вы узнаете оператор поинтересовался а если категория неизвестных еврейских потому что всегда как когда мы говорим про еврейский анекдот как гласит и известный еврейский анекдот вообще насколько поскольку я в основном это все слышу нет евреев сами-то евреи насколько друг другу такие анекдоты рассказывают вполне рассказать но я вот у меня поставили сложность либо я должен отречься от еврейства либо как нет нет я не рассказываю только что я их рассказывал боже наша синагога построена в мавританском стиле потому что именно пребывание евреев в средневековой мусульманской испании то есть мавританская испании считается золотым веком еврейства и вот в этом зале внутреннее убранство но она конечно поражает своей роскошью и она в полной мере использует многочисленные элементы этого мавританского стиля извините это и характерные проемы оконные дверные это очень сложный очень вычурный формы потолок который деле делит пространство на несколько объемов нефов это и висящие арки это колонны как называется колонна колонна так она или что вы имеете они имеют капитель в виде пальмовых листьев нет это это колонна да 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 есть известная легенда о том что когда мусульмане вот восьмом веке перебрались гибралтарский пролив и оказались на иберийском полуострове они начали там сажать пальмы главное дерево северной африки их родины но в те времена европейский климат был более суровый чем нынче и пальмы не приживались они гибли и тогда мусульмане начали сажать каменные пальмы то есть ставить колонны с капителями с верхней частью в виде пальмовых листьев конечно богатый орнамент по стенам по потолку на полу это все неотъемлемые элементы этого самого мавританского стиля естественно вопрос как проходит еврейская свадьба до символом еврейской свадьбы является вот такой навес балдахин который по-еврейски называется хупа именно стоя под хупой молодые выслушивают благословение раввина объявляющих мужей и женой правда этому предшествует еще один обряд они совместно выпивают бокал вина обязательно в конце этот бокал уничтожается тем или иным способом он давится да 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 в отличие от русской свадьбы где бьют со всего маху а пол еврейский характер более смотри потом у нас потому что разве но обратите внимание обряд все тот же да и кстати говоря я встречал разные объяснения его смысла самый распространенный что это делается в память о разрушенном храме но есть еще одно объяснение которое мне кажется тоже вполне удовлетворительным что вот этот разбитый бокал отделяет тот период жизни молодых когда но они жили другие в общей семье и пользовались совместно каким-то имуществом и вот теперь у них будет все только свое нажитое так сказать в ходе супружеской жизни и вот бокал разбивается доставшийся из предыдущего периода новый будет приобретен уже на их совместный бюджет принято в израиле например что такая хупа носится по улицам поэтому кстати вот эти ее стойки делаются обычно такие легкие она сама меньше весит и мужчины из числа гостей сменяют друг друга носят эту хупу молодые стоят под ней принимают поздравления принимать какие-то подарки ну мелочь конфеты как как на принято на свадьбах но у нас вот учитывая северный суровый климат в свое время заказчики этого здания они решили построить так поставить такую стационарную хупу и она здесь стоит здесь я так представлены традиционная одежда даже на это место не условно так костюмы городские костюмы начала 20 века но цвета тоже традиционные невеста всегда в белом это символ непорочности но мужчина в черном это символ не того чем вы подумали торжественности момента когда мужчина как бы важные события происходят твоего жизни он одевается в черной одежде очень красиво падает свет вот через эти цветные витражи и на пол и наборный паркетный пол прямо а когда она была построена 80 и начало 90-е годы 19 но она в таком состоянии и реставрировали или реставрировали к 300-летию петербурга соответственно 20 лет назад вот я помню еще 90-е годы она была не такая печально являла собой зрелище но вот был произведен грандиозный буквально действительно грандиозная работа и она не просто в основном она восстановлена до аутентичного вида историческая реставрация поэтому сегодня к нам много людей приходят полюбоваться так ну что ж пойдемте у нас от конца к началу теперь мы выйдем на улице наконец и покажем вам как это все выглядит с той стороны омерзительное петербургское солнце то ли дело когда ноябрь надо естественно показать вам и главный вход главный портал и здесь но мы кстати я будет такой сюрприз мы переходим к самой потрясающей части потихонечку нашего променада потому что в конце мы будем говорить про традиционную еврейскую кухню и более того проводить дегустацию но здесь мне кажется самое время спросить вообще о современном состоянии там еврейской общине в петербурге насколько вообще кто может сюда прийти вот это все ну прийти сюда может любой человек многие приходят на экскурсию многие приходят часы свободного посещения да и здесь кстати да извините самое главное это да нужно рассказать что и экскурсионное бюро существует не просто так да что вы проводите экскурсии и мы разместим там ссылку на контакт да на контакты если вам интересно пожалуйста обращайтесь придете все это увидите самостоятельно ну смысле под предварительством вот например моего замечательного собеседника но не только же вы проводите экскурсии и некоторые люди приходят самостоятельно познакомиться с синагогой вообще несмотря на традиционно такие строгие меры безопасности которые вызваны суровой жизненной необходимостью все-таки руководство общины старается демонстрировать максимальную открытость к миру и я вам могу сказать что далеко не в каждом городе не в каждой стране вы свободно посетите синагогу у нас установлен для этого особый порядок и проблем с этим нету но что касается общины как я уже говорил люди по-разному реализуют далее выражают свою связь с иудаизмом некоторые ходят регулярно на молитвы некоторые ходят регулярно на встречи шабата некоторые это делают гораздо реже периодически но вот например есть два дня в году которые как считается любой еврей должен посетить синагогу это новый год троша шана и емкий пур день избавления то есть такой суровый ну мы его называем праздник но это не веселый праздника суровый потому что в этот день считается что всевышний расписывает твою жизнь на следующий год надо вести себя почтительно и поститься и многие люди действительно используют этот день для посещения синагоги но есть огромное количество промежуточных вариантов некоторые люди участвуют или их дети участвуют каких-то общинных институциях вот есть школы вот я например 22 года возглавлял такую самую большую еврейскую пойдемте-ка в тенек отойдем что даже нагрелся детские сады есть возможность помогать нуждающимся многие люди пользуются этой возможностью а некоторые на оборот принимают эту помощь есть огромное количество культурных программ синагоги проходят концерты синагоги проходят лекции понятно бывает так что человек приходит и говорит хочу стать вот все я был просто евреи я хочу стать вот прям евреи еврей что может помешать что ему для этого надо сделать или это или опять-таки это он сам должен определить эти рамки никто ему не пошаговую стратегию дорожную карту приобщаюсь к каким-то практикам но разумеется в первую очередь это молитвенные практики это шаббат дачеку рекомендуют все-таки расчистить этот день от забот от каждодневных дел и таким образом он приобщается вообще такая кстати крайне полезные мозги и действительно выключение телефона и я вот по себе знаю что надо иногда его отрубать единственное что я хочу подчеркнуть что это вот не два как бы две позиции вкал и выкал либо ты еврей на сто процентов либо типа пошел вон отсюда ты не еврей это действительно тот набор опций который каждый человек принимает для себя которые укладывают своего образ жизни которые не вызывают с его стороны никакого сопротивления ну и желательно последовательно по этому пути увеличивать качество этих опций но если это не получается то он остается на каком-то невысоком уровне соблюдения но это его личный выбор который требует уважения со стороны окружающих и у человека нету какого-то вот самобичевание самоочижение что же я за еврей такой вот мог бы понимаете соблюдать на сто процентов а соблюдая всего на четырнадцать с половиной давайте теперь покажем дорогу из храма религиозного в храм кулинарный я не знаю когда на территории синагоги есть ресторан называется мы действительно направляемся туда является ли он кулинарным храмом это вопрос дискуссионный но во всяком случае вкусная красивая и правильная еда это да пару слов про стену вы прекрасно рассказали что стена плача это никакая не стена плача что это любой человек очутившийся там с ужасом или с удивлением обнаружив что вокруг него как-то никто не плачет почему тогда она называется стена плача во-первых он собой представляет конструктивно то есть эта подпорная стенка храмовой горы вот давайте представим мгновение что вот это здание соседнее на кстати них это тоже придержала общине это стена храмовой горы и с трех сторон она окружена под подминими стенками то есть строительными конструкциями которые препятствуют ее обрушению и одна из них западная стена является объектом поклонения является объектом паломничества, является самой главной иудейской святыней в мире. Почему именно она удостоена этой чести? Потому что она находится ближе всего к той самому помещению Кодышка Дашим, святая святых, и люди, стоящие у этой стены, они имеют возможность ближе всего оказаться к святая святых. Ну, возникла уже недавно сравнительно мода на записки с просьбами Всевышнему, которые помещаются в щели между каменными плитами. Вечером эти записки извлекаются и торжественно захораниваются на вершине Храмовой горы. То есть, как бы, есть гарантия, что они попадут по назначению. Ну, а почему Стена Плача? Это действительно довольно распространенный фейк. Пожалуй, он связан с тем, что с внешним видом, который принимают некоторые из молящихся, принято у Стены Плача закрывать лицо руками, как бы защищаясь от того потока святости, который исходит от стены. А кроме того, во время молитвы у евреев принято раскачиваться, переносить тяжесть тела либо с пятки на носок, либо с одной ноги на другую. И со стороны это действительно напоминает рыдающих людей. Поэтому мусульмане, арабы, которые 400 лет были хозяевами Иерусалима с 1517 года по 1917, они вот назвали ее Стеной слез. Но в реальности, повторяю, нет ровно никаких оснований здесь плакать. И обычно там царит довольно позитивная атмосфера, что подтвердит любой человек хотя бы раз оказавшийся. Ну, давайте и мы не будем плакать. Тем более, что зачем плакать, когда... Так, ну здесь-то можно уже головной убор снять? Или лучше тоже сохранять традицию и здесь, в том числе? У меня включаются, знаете, эти... Здравствуйте! Здравствуйте! Да, мы к вам с ревизией вашей... А, давайте, да, давайте, давайте. Когда много говоришь, знаю по опыту проведения экскурсии, рот пересыхает, поэтому... Особенно в такую погоду. Так, ну, просветите нас. Здесь мы видим традиционные блюда ашхенарской кухни, все-таки евреи живут по всему миру, и обычаи, в том числе кулинарные обычаи, в разных странах довольно сильно отличаются. Здесь, так сказать, администрация ресторана Лихайм угощает нас традиционными блюдами ашхенарской кухни. Прежде всего, это, конечно, фаршированная рыба, гефилт и фиш. Интересно, что это традиционное субботнее блюдо, потому что на субботу, на шаббат, принято было делать максимально праздничный стол, и рыба, конечно, в бедных еврейских семьях подняла собой деликатес. Но интересно, что способ приготовления этого блюда, он как раз имеет прямое отношение к законам шаббата. Так как мы помним, в шаббат нельзя работать, а отделять мясо от костей – это все-таки работа. И вот как раз гефилт и фиш, подготовка к ее приготовлению заключалась в том, что из рыбы заранее удалялись все кости, и затем она помещалась обратно в оболочку, и во время еды вам не нужно работать, убирая кости. Ну, здесь мы видим форшмак, еще одно блюдо из рыбы. Я так понимаю, вы очень его любите. Форшмак – да, форшмак – это хороший блюдо. Хумус – как раз, ну, я думаю, что современным зрителям, современным россиянам не надо объяснить, что хумус, он продается в каждом магазине, но это традиционное блюдо средиземноморской кухни. Это паста из бобовых, которая очень широко распространена. Так это форшмак. А, это он же есть? Вот я, ну, это пока не попробуем, не поймем. Ну что ж, придется во имя, так сказать… Научной истерной. Научной истерной. Я-то не спец по форшмаку. Я хочу сказать, что здесь еще продается кошерное вино. Я его даже прикупил, но, скажу честно, мне не очень понравилось. Уж извините. Да, но вот кухня здесь совершенно потрясающая. Ну, надо сказать, что такое кошерное вино. Это вино, весь процесс приготовления которого выполнен евреем, собирающим иудеем, если это вино виноградное. Если это вино не виноградное, то требования к нему гораздо более мягкие, и по этой причине, например, в последнее время популярный кошельный виногранатовый. Гранатовый, да. Гранатовый виноградский, армянский. Но в любом случае на вине должен ставить специальный печать, специальный штамп, называется он декшер, который ставит специально полномочий на раввин, тем самым подтверждая, что это вино дозволено в пищу соблюдающему еврею. Я правильно понимаю, что вот сюда, в этот ресторан, может прийти не только, так сказать, евреи. То есть, на самом деле, это ресторан для всех. Вы можете сюда прийти спокойно. Ресторан называется Лехаем, сайт его вы найдете любым поиском. И, в общем, люди довольны. Проходите с Лермонтовского проспекта, проходите через, говорите, что вы в ресторан. Да, говорите охране, что вы в ресторан. И все, и приходите сюда, и наслаждайтесь. Ну, здесь конкретно, да, этот стол был сделан под наш запрос. Естественно, ассортимент ресторана не ограничивается только этими блюдами. Здесь есть много чего. И, в принципе, когда мы тут были с металлической экскурсией, стол ломился от ябсты, и я еле-еле встал из стола. И когда там еще принесли десерт, я сказал, нет, все. Я больше не могу, извините. Это, кстати, вызывает в памяти другой еврейский анекдот. Умирает старый еврей, а жена его на кухне готовит как раз фаршированную рыбу. И он говорит внуку, что, внучок, пойди, пожалуйста, к бабушке. Скажи, дедушка просит кусочек рыбки. Тот вернулся и говорит, бабушка не дала. Она говорит, а что? Она сказала, это уже на потом. Мама моя! Слушайте, а у вас есть ваши любимые анекдоты? Знаете, я понимаю, что их огромные... Анекдоты, кто подходит к случаю. Анекдоты, рассказанные просто так, ни о чем, это не высший класс. Понятно. Вы часто в своих экскурсиях анекдоты рассказываете? Да, это вызывает неоднозначную реакцию моего руководства, которое полагает, что люди приходят на экскурсию с другими целями, но как-то заходят. Да нет, на самом деле, уважаемое руководство, я как коллега по экскурсионному цеху хочу сказать, что... Смотрите, я прекрасно понимаю свое руководство, ведь отношения между религиями историческое не совсем простые. Извините, я сперебью, особенно меня умиляет кусочек клубники. Представляете? Это божественное. Поэтому ни в коем случае нельзя не задеть ничьих чувств. И это та мысль, которая всегда незримо присутствует и на которую оглядываешься, поэтому, наверное, иногда дешевле сказать анекдот. Так, ну что, друзья мои, хочу сказать, что форшмак... Спасибо, Кристина. Форшмак абсолютно... Удался. Обязателен... Это он все-таки, да? К употреблению. Я так понимаю, может быть, он просто разного какого-то пошиба... Помола. Помола. Да, ну, товарищ оператор, у нас тоже угостим. Наш гость как раз говорит комплименты форшмаку. Еще горячее. А еще горячее? Да. Или попозже? Вот это вот, в прошлый раз такая же была история. Это Павел был у нас на семинаре 18-го. Вы выносите, потому что мы же хотим это снять все, конечно же. Нам же надо товар лицом показать. Мы же не есть в конце концов. Да мы же не есть в конце концов пришли. Мы просто, так сказать... Они разные. Но это форшмак и то и то, да? Нет. Это... Ну попробуйте. Это классический форшмак. Это классический форшмак, а вот это попробуйте. И это не спец по... По-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Друзья мои, мы выяснили страшную вещь. Это не форшмак. Это как еще раз... Да, это с баклажанами, совершенно потрясающая вещь, которую тоже, когда вы сюда придете, конечно же, надо заказывать и употреблять в пищу, потому что это пища, уж не знаю, каких богов, если быть точным, это знаю. Вы же будете экскурсии здесь и вокруг, по слабо... Ну, я вообще много где ваш экскурсии. Например? Ну, я могу сказать без лишней скромности, что, например, по Витебскому вокзалу моя экскурсия лучше, потому что я историк железных дорог, по одному из своих работ и образовываю. Скромность – это большой добродетель. Да. У меня много добродетелей, но главный из них – это скромность. В Пушкине, в пригоре Петербурга, по этому району, связанный с военным делом, с транспортом, с политической историей. Вот что я, в чем я не специалист, надо же в чем-то и повиниться, это вот в архитектуре. Как-то есть распространенное мнение, что главное на экскурсии – это архитектура. Ну, это такой канон, как бы. На самом деле, просто очень часто я, например, своим экскурсантам начинаю объяснять, что такое коринфский ионический дорический ордер, потому что… Да, я, кстати, смотрел это на фонтанке. Да, потому что это база, ну, я по опыту знаю, что когда ты читаешь книжку и встречаешь там портик дорического ордера, ты зачастую не понимаешь, о чем идет речь. Ну, потому что, допустим, тебе в школе не научили этому, и все, и пошло. И очень многие архитектурные термины, они просто вылетают из головы. Поэтому архитектуру на экскурсиях надо тоже очень дозированно и очень на понятном языке, конечно, людям давать. Если это не специальная какая-то экскурсия… Ну, я сторонник того, что все, что делаешь, надо делать очень хорошо. Если я знаю, что не мой конек, то я вообще это не делаю. Мне кажется, что в Питере очень высокий средний уровень гидов и большой разнообразный. Нет, это действительно так. И, слава Богу, всегда можешь порекомендовать какого-то своего коллегу, который лучше с этим справится, если у людей именно целенаправленный запрос, например, на архитектуру. А есть какая-то востребованность, допустим, конкретно в турах, не знаю, из Израиля сюда или вообще еврейский Петербург? Ну, смотрите, как бы израильтяне и вообще евреи, они как бы привыкли где-то бывая посещать синагогу. Поэтому, конечно, приходят, если они религиозные люди, то они здесь помолятся, если не религиозные, то будут рады, возможно, не знаю, обменяться парой фраз на еврите. Но основной поток посетителей – это, конечно, люди, абсолютно не имеющие никакого отношения к евреям. Просто у нас реально красивая синагога, и у нее богатая история, и мне кажется, что приятно здесь походить, узнать что-то новое. Те вопросы, которые вы сегодня задаете, ну, примерно это вот тот набор, который всех людей интересует. И мы видим в этом свой определенный долг, потому что, ну, как бы есть некий стереотип о том, что евреи – это такая закрытая герметичная корпорация, которая не пускает чужаков тщательно… Отсюда все эти антисемитские мифы и прочее. Да, тщательно оберегает свои секреты, и понятно, что при определенных ситуациях это оборачивается против евреев. Поэтому эти ситуации надо как-то предварять и рассказывать, рассказывать и… Вы, как евреи, вам не хотелось уехать, не знаю, жить в Израиле? Ну, вот я люблю Петербург, есть у меня такой грех, я слабо себе представляю жизнь в другом городе. Я не еврей, но я тоже, в общем, люблю Петербург, я тоже слабо себе представляю жизнь в любом другом городе, потому что, поэзив по миру, я понял, что, да, ну, я вот говорил, что очень красивая хоральная синагога в Берлине, но я постоянно там жил на этой улице несколько раз, но вот внутрь так и не удосудился дойти. И она же была, послужила образцом для нашей судьбы. Это связано там с определенными идеологическими течениями в еврееве 19 века, я думаю, сегодня нет времени особенно в них погружаться, но наше сделано по образу и подобию берлински. Например, почему он называется хоральная? Потому что там есть хоры, и это был именно тот элемент, который позаимствован в Берлинске. Да, фраза оператора «Давай, значит, из горячего» очень хорошо показывает. Значит, во-первых, мясо. Что за мясо? Ну, как минимум, не свинина. Ну, вот это, это же узнаваемое, да, какое-то мясо? Какое мясо? Это может быть либо говядина, либо баранина. Говядина, либо баранина. В соответствии с канонами кашрута исключена свинина, исключены морепродукты. Вот поясните, почему морепродукты исключены? Закон сформулирован так, что мы можем есть рыбу, имеющую плавники и чешую. Точно так же, как мясо животных мы едим, которые парнокопытные и жуют жвачку. Это имеет какое-то, ну, концептуальное объяснение, или это просто типа сказано и все? Ну, как часто говорят, религия – это такая, как бы, область, где на любой вопрос, а почему так? Так, ответы – потому что. Да, но с другой стороны, конечно, ищем ответы. Я говорил, что это такой вообще еврейский подход к образованию, что на все вопросы должны быть даны ответы. Что делать у меня? Это говядинка. Боже, это просто великолепно. Она мягкая, ребята. Мне казалось, в последний раз я говядину такую потрясающую ел в Париже. Нет, вот это… Какие нафиг Парижи? Вот, приходите в Лихаи. К евреям. Да, приходите к евреям. Зачем вам нужны эти парижские евреи? Приходите к Питерскому. Да, ну, Париж, кстати, да, тоже… Конечно, не без этого. Это волшебно. Как говорил мой покойный дядюшка, он, конечно, не еврей, но так, с легкой прожитью. По поводу алкоголя, значит, вы сказали там про водочку и прочее. Вообще, какой… Виноградные напитки должны быть кошельные, то есть коньяк, вино должны быть кошельные. Водка, в принципе, она кошельная априори, но такие особо соблюдающие евреи предпочитают, чтобы на водке стоял гекшер. Но водка, поскольку это пшеничное вино, не виноградное, там другая проблема. Может статься так, что на этой линии разливают и водку, и, например, какое-нибудь вино. Некошерность может передаться. Но, в принципе, водка, джин, текила. А как вообще к пьянству отношения? Ну, или вообще что-то, есть ли понятие? Ну, вы знаете, наверное, что вообще евреи-алкоголик – это большая редкость. Вот я к этому и говорил. При том, что, вот повторяю, ну, во-первых, как во всех монотеистических религиях, кроме ислама, вино используется в религиозных обрядах. Да, да. То есть такого отторжения вина нету. Что же касается крепких напитков, то хасидская традиция их одобряет, и я уже объяснял почему. Почему? Потому что считается, что слегка выпивший человек, он как бы, ну, как ребенок, он открыт, искренен, нет никакого двойного дна, нет никакого лицемерия в нем и так далее. Вот. Ну, а в какой-то мере это связано с историей хасидизма, потому что хасидизм возник как альтернатива классическому ревинистическому иудаизму, и был такой здесь, ну, такой эпатаж определенный, что вот вино – это для богатых людей, а мы люди, значит, небогатые, нам надо что-то недорогое, но так, чтобы уже докатил и ощутил эффект. Водочка. Водочка, да, потом, к тому же, хасидизм… Это же родные нам люди. Да, так хасидизм – это восточноевропейское явление, холодно, да, и как вообще, как в известном анекдоте, когда группа евреев возвращается из синагоги, что-то горячо обсуждают, а один молчит, и ему говорят, Рубинович, мы вас просто не узнаем, вы же всегда активно принимаете участие. Говорит, вы хотите, чтобы разговаривал в такой мороз? Потому что руки надо держать в карманах, а не размахивай руками. Понятно. Ну что, друзья мои, ладно, мы дождемся штруделя, и там уже точно закончим. Известная картина – переход перца через штрудел. Во-первых, пока мы здесь беседовали, выяснилось, почему эта говядина такая вкуснотищая. Потому что? Потому что это традиционное шабатное блюдо под названием чулант, так же, как и фаршированная рыба. Фаршированная рыба готовится по соответствующей технологии для того, чтобы в шабат, кушающий ее не был, был избавлен от необходимости доставать косточки. А чулант – это вообще зимнее блюдо, и он сохраняет тепло на протяжении всех 25 часов шабата. Для этого он томится в печи очень долго, и мясо буквально, как говорится, расползается на волокна и наполняется вкусом. И затем перевязывают его какой-то тканью, полотенцем, одеялом, и в таком виде кастрюля, с чем он там, сохраняет горячее состояние много часов. – Штрудель – это национальный еврейский блюдо или нет? Или это будут батлы, как между поляками и русскими, кто придумал водку? – Да, думаю, будут батлы. Я не знаю. Смотрите, вот эти же изысканные десерты – это уже атрибут таких более-менее состоятельных семей. Поэтому, что нужно сказать. – Ну, принято. Давайте мы сойдемся на таком компромиссном варианте, что это придумали австрийские евреи. Потому что штрудель считается же венское блюдо. И, видимо, первые кондитеры австрийские его придумали. Так, ну что же, друзья мои, в заключение я хочу сказать, что, повторюсь, мы расположим внизу в описании под этим роликом ссылки на, соответственно, все, что вас интересует. От экскурсионного бюро до ресторана. Ну, а про меня вы все знаете, экскурсии у нас, у Павла Великого Первого Перца. Я когда про Павла Первого рассказываю, я очень часто оговариваюсь, говорю, Павел Перец, но это не потому, что я там вознесся, а именно потому, что у человека есть свойство оговариваться. Экскурсии идут по выходным, книжки мои, можно приобрести после них с автографа, без автографа, вы можете их приобрести у меня на сайте. Соответственно, оставляйте ваши комментарии, приходите в синагогу, приходите в ресторан, интересуетесь различными культурами, не только еврейской, всеми остальными культурами, да будет вам счастье. Спасибо, а мы вот остаемся в этом чудовищном состоянии, когда нам придется это все есть. Субтитры подогнал «Симон»